Всем привет ребята, с вами Милашка и сегодня я бы хотела поговорить насчет того, что там происходит в токобоке с обновлением. Почему они опять притихли? Неужели нас опять кинули на обновление игры в марте? Первое с чего я бы хотела начать это то, что я писала разработчикам письмо на электронную почту, но они мне так ничего и не ответили. Но тут ничего нового, они вообще не любители общаться с блогерами. Поэтому нам с вами приходится больше играть в угадайку, чем работать с нормальным материалом и официальной информацией от разработчиков. Сейчас на календаре 10 марта. Если обновление будет в середине марта, то уже завтра вечером мы должны увидеть первые тизеры по новой локации. Если тизера завтра не будет, это значит, что никакого обновления 15 марта ждать не стоит и разработчики опять перенесли свое обновление на самый конец месяца. Меня, если честно, уже расстраивает эта ситуация с постоянным переносом обновлений. Если раньше все было максимально предсказуемо и понятно, то начиная с осени у них все идет не по плану. Где будет обновление на этот раз? Как я говорила в последнем ролике, обновление скорее всего выйдет в мире на улице ОК, где стоит сейчас робо-кафе и дом творчества и развлечений. Каким будет обновление, угадать сложно. Ведь разработчики сейчас стали очень тщательно скрывать любую информацию. Если раньше они очень часто палились, как с тем же самым магазином Помпом, то сейчас, видимо, решили максимально скрывать любые намеки на обновления. Поэтому и для нас наступили времена, когда очень тяжело предугадывать, каким будет обновление и где оно будет находиться. Но могу вам сказать одно точно. Чем выше конкуренция среди разработчиков игр, которые делают контент в стиле Токобока, тем выше вероятность того, что локации в самой Токобока будут более проработанные и детализированные. Поэтому для нас это огромный плюс. И я в этом убеждаюсь каждый раз, когда выходит новое обновление. Новые локации стали более масштабные, а новые паки с мебелью все более детализированные и проработанные. Последний пак мебели и домик в стиле Лофт доказали всем игрокам, что в Токобока работают реально крутые дизайнеры, которые могут сделать очень крутой контент для своих пользователей. Также из последних новостей. Всем пользователям из России, которые донатили в игру реальные деньги, сегодня отключили возможность оплачивать игры в Play Market и Apple Store. Теперь, чтобы купить новую игру или новую локацию, необходимо регистрировать Kiwi кошелек и оплачивать уже с него. Поэтому, если вы донатите в локации, сейчас самое время завести себе Kiwi кошелек. Иначе вы не сможете купить новую локацию. Ну а для тех, кто играет на взломе, ничего не изменилось. Все локации для вас будут бесплатные, как всегда. Вот такие новости у меня есть для вас на текущий момент. Ждем пятницы, возможно выйдет намек на обнову в виде подарка на почте, либо вечером выйдет мини-тизер, который также будет намекать на обнову. Ну а на сегодня все. Если вам понравилось видео, подпишитесь на мой канал. И не забудьте подписаться на мой канал на Дзене. Ссылка на него в описании к ролику. Всех люблю и обнимаю. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok